В своей предвыборной программе партия «Аманат» ставит задачу улучшить экологию. Мы намерены решить экологические вопросы и в первую очередь заняться очисткой воздуха. Партия инициировала внедрение индекса качества воздуха и установление автоматизированной системы мониторинга выбросов. В Министерстве экологии реализуется бюджетная программа номер 039 развития гидрометеорологического и экологического мониторинга. В 2022 году на её реализацию была предусмотрена солидная сумма 7 миллиардов 800 миллионов в деньге. Это почти в 4 раза больше, чем в 2019 году. Тогда было выделено 2 миллиарда. Но вместе с тем позитивной динамики по развитию экологического мониторинга мы не видим. При этом многократном увеличении финансирования количества обслуживаемых пунктов наблюдений за состоянием атмосферного воздуха не увеличилось, остаётся прежним в 146-х, точно так же, как в 2019 году. Уважаемая Зульфия Абулатовна, поясните, пожалуйста, куда и на какие цели были использованы эти средства, и почему при увеличении финансирования индикаторы прямых показателей остались на прежнем уровне? Действительно, бюджет прошлого года РГП Казгидромет составил 7,8 миллиардов в деньге. При этом он осваивается по двум подпрограммам. Первое – это проведение наблюдений за качеством окружающей среды, составляет 1,8 миллиарда тенге. И 6 миллиардов тенге составляет проведение гидрометеорологического мониторинга, куда входит проведение гидрологического, метеорологического, аэрологического, актинометрического, а также агрометеорологического мониторинга. Мониторинг за качеством окружающей среды осуществляется по первой подпрограмме, то есть бюджет составляет 1,8 миллиардов тенге. Касательно изменений в пунктах наблюдений, в 2019 году бюджет на проведение экологического мониторинга составлял также 1,7 миллиардов тенге, поэтому с этой перспективы у нас бюджет не изменился. Вместе с тем количество пунктов наблюдений было 140 пунктов. В 2021 году за счет внутренних собственных средств РГП Казах и Гидромет были закуплены дополнительные 30 компактных автоматических станций по наблюдению за качеством воздуха. При этом в связи с тем, что бюджет был выделен ограниченный, в прошлом году удалось эксплуатировать всего 146 мониторинговых станций. В этом году мы планируем, собственно говоря, средства были дополнительно выделены, мы будем эксплуатировать 170 наблюдательных пунктов за качеством атмосферного воздуха. Это позволит обеспечить 100% охват экологическим мониторингом. Вместе с тем следует отметить, что РГП Казах и Гидромет, согласно законодательству, может обеспечивать мониторинг за качеством воздуха исключительно в селитебных зонах, то есть населенных пунктах. Вы в своем вопросе отметили автоматизированность системы мониторинга. Согласно экологического кодекса, автоматизированность системы мониторинга должны устанавливаться объектами первой категории, то есть крупными промышленными предприятиями за счет собственных средств и уже передаваться в базу данных Министерства экологии. На основе изложенного РГП Казах и Гидромет, начиная с этого года, будет эксплуатировать 170 пунктов по наблюдению за качеством атмосферного воздуха. Это 100% охват селитебных зон и в санитарно-защитных зонах и на предприятиях мониторинг будет осуществляться на основе автоматизированности системы мониторинга. Спасибо.